вы как вы как всегда великолепно выглядеть это просто вообще приятный радость глазу моему спасибо спасибо как ваши дела как проходит пятница мы спасибо отлично после вас сразу присоединюсь к конференции в белоруссии в кобрине надеюсь связь будет ничего себе а вы во вторник не будете на историческом форуме в москве не знаю я как-то пока не думал в манеже в манеже мы там будем вести там небольшой маленький блок в 10 утра с цыпкиным пучковым дмитрий юрьевичем и мы с петром так что если у вас будет возможность заходите да спасибо за гляну и книжку про итальянского да 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 и они мечтают об этой книжке хороший повод у нас 30 секунд до выхода на радио что у нас сегодня по плану а в прошлый раз петр предложил поговорить о религии о религиозном факторе как расколе как как важном такой моменте раскола между русью и россией и западом вот это очень интересно я сейчас как раз в луганске когда одна из лекций которые читал она была посвящена как раз протестантизму и протестантскому страху и отличие от православной любви подходов к как раз в нашей литературе и исторические факторы которые это обусловили интересно давайте на эту тему поговорим поехали доброе утро дорогие товарищи здравствуйте 11 часов 4 минуты финальный час сегодняшнего пятничного нашего эфира и традиционно у нас по пятницам в это время у нас с петром алексеевичем в гостях великолепная наталья танчина доктор исторических наук профессор прекрасная умнейшая женщина историк который всегда с огромным удовольствием мы слушаем и и запоминаем можно сказать конспектирую здравствуйте наталья здравствуйте трофим здравствуйте петр здравствуйте дорогие слушатели зрители изоленты я вы знаете я не могу все-таки пятница я хочу месяц его шел и думал в голове что я последнее время развлекаюсь мысленно тем что я меняю имена и фамилии местами и очень иногда забавно получается ну то есть вот у человека допустим зовут трофим татаренков если сделать из фамилии имя из имени фамилии то получится татарин трафименков вот мне кажется это смешно а вы получите а вы получите знаете как танча натальина тоже красивым до кузичев будет куколе тузичев но коля тузичев либо если уж честно так вот кузич анатольев какой вот такие забавные получаются а у некоторых вообще просто там допустим вот иван андреев будет андрей иванов и все что если будет скучно если где-то вы окажетесь наталья где ничего нету нету в руках телефона книжки и так далее то вот этим можно где-то полчаса потратить отлично перебирая своих знакомых спасибо спасибо главное чтобы потом правильно называть они прилипает но я кстати думаю что если наталья окажется без книжки то она напишет свою есть у меня такое подозрение но скорее всего знаете это наверное на самом деле большая такая проблема у тех же историков что вроде бы мы читаем много не мы читаем только то что касается вот своей собственной темы а друг друга как раз порой бывает читаем мало и на это время не не хватает на самом деле это так да но у нас была мысль объединить вас в эфире с егором яковлевым я уже я думаю что мы когда нибудь придем было по тургеневу мы хотели по тургеневу поговорить по роли тургенева в продвижении россии русской литературы во франции вот такая у нас была тема интересная я думаю что немножко поговорили да я думаю мы не забросим эту тему лучший продюсер русской литературы во франции современным языком говорить был конечно же тургенев давайте тогда может чем сегодня про религиозный раскол а мы же да в прошлый раз начали интересное да на по поводу разница если я правильно помню в мировоззрении с точки зрения католиков православных да как это каким образом это повлияло на собственно формирование я уж не знаю отличий в наших обществах так наверно как туда но я бы сказала даже не то что разница в мировоззрении католиков и православных разница в восприятии вот этих мировоззрений потому что лиц изначально никакого не было до раскола и католическая православная церковь они формируются так уже в дальнейшем изначально это единая христианская церковь который собственно и называлась вот так трояка католическая как вселенская православная единственно правильная и апостольская но потом начинаются постепенные такие расхождения и они как раз будут связаны в том числе и с догматами и вот как раз трофим об этом говорил да протестантизм вот идея страха хотя опять таки если мы вспомним мартина лютера то ведь он же почему приходит к необходимости изменения религии потому что он-то как раз испытывал страх вечный будучи католиком то есть для него блок это что-то такое страшное и карающее и он как раз и понимал что это вот нечто такое ужасное ему спасения нет и потом собственно он и приходит вот к этой мысли оправдание верой и появляется лютеранство или протестантизм но вот как вы говорили страх оттуда не ушел но вот мне кажется вот если мы вспомним недавние выступления нашего президента 4 ноября когда он как раз выступал перед историками перед представителями традиционных религиозных конфессий и он ведь сказал что россия является частью европейской цивилизации частью европейской культуры которые основаны на христианской матрице и вот это как раз главное потому что вот в европе ты сейчас как раз вот эта самая христианская матрица она очень размывается ну и уже наверное давно это начало происходить то есть получается что сама сущность европейской цивилизации как цивилизации христианской она уходит она ускользает европейцы очень часто, следуя какой-то толерантности, мнимой под часть политкорректности. Скоро же будет Новый год, Рождество, и посмотрим, как в Европе это будет праздноваться и будет ли это праздноваться. Сейчас, понятно, причины немножко другие. Но обращаясь к этому вопросу о христианстве как матрице, то есть президент наш справедливо подчёркивает, что основой европейской культуры является христианство, что Россия как государство было основано как раз как христианская держава. Но Запад вот эту линию цивилизационного раскола между собой и Россией как раз проводит по линии разлома церквей. И вот как раз после того, как Русь принимает христианство по греческому образцу или канону в 988 году, а особенно после Великой эсхизмы, Великой эсхизм — это раскол церквей, который произошёл окончательно в 1054 году. И вот, собственно, тогда церковь единая раскололась на западную католическую и восточную православную. Вот как раз после этого момента, причём это было, конечно, не сразу, а вот постепенно начинает формироваться вот эта вот дихотомия. Вот мы — Запад, а Россия — это не просто какой-то другой, а это — чужой. Причём вот это ведь оно начало формироваться уже тогда и характерно для восприятия на Западе и сейчас. Вот, допустим, мы все знаем, был такой известный западный политолог, социолог Самуэль Хантингтон, который как раз считался идеологом холодной войны. И ведь он как раз в своей работе «Столкновение цивилизаций» вот эту вот линию цивилизационного раскола между Россией и Западом проводит по линии православия и католичества. И он, собственно, так и обозначал границы Западной Европы. И он говорил, что Западная Европа заканчивается там, где начинается православие и ислам. И более того, а это же ещё 1993 год, да, статья его появилась в 1993 году, а в 1996 году уже книга была опубликована. И он как раз говорил о том, что если мы ведём речь о том, что принять то или иное государство в Западную Европу и вообще в Западную цивилизацию, то мы должны как раз прежде всего в качестве критерия брать вот это западное христианство. Ну, неважно, это католичество, это протестантизм, но это не православие. Вот это точно. Я позволю вмешаться чуть-чуть. Если начать перечислять те случаи, когда нам предлагали условную помощь на смену веры, начиная ещё с Александра Невского, то мы понимаем, что цель перекрестить нас в католицизм, она стояла изначально, и она стояла достаточно крепко. Вот тут у меня к вам вопрос. Если мы смотрим, например, нашего историка Соловьёва, читаем, то он связывает это с тем, что страны смотрели на крупного мощного соседа и считали, что если они покрестятся в ту же веру, ну, условно покрестятся, да, если они примут ту же веру, то опасность от этого соседа, она будет нивелирована. Ну, то есть не будет больших войн, не будет завоевательных войн и так далее. Соответственно, мы смотрели на Византию, потом многие смотрели на нас, но Европа пыталась постоянно нас перевести в католицизм. Связано ли это с опасением, что русские всё же иноверцы и пойдут нас рано или поздно мочить, то, о чём мы раньше говорили с вами, да, про другие эпохи? Либо это всё же какой-то более ковардный план был? Как вы считаете? Ну, я думаю, что здесь надо вот это всё рассматривать как некое такое комплексное явление, ну, потому что изначально ведь такого негатива-то не было, да, вот после принятия Русью христианства, князем Владимиром, никакого раскола не произошло, более того, контакты были усилены, связи династические, торговые, экономические, политические. Вот это вот расхождение начинается уже именно после схизмы 1054 года, и то далеко не сразу. Как раз в этом году умирает и Ярослав Мудрый, и его браки многочисленные, и его, и детей, я имею в виду, с европейскими как раз князьями, с государями. Но потом, как вы верно заметили, вот это вот движение, некий натиск такой на восток начинается, причём происходило же это всегда под эгидой папской власти и под идеей склонения схизматиков, то есть русских, православных уже, к истинной христианской вере. То есть вот это как раз было очень важно, потому что в глазах католиков мы были именно еретиками, мы были не просто вот какими-то схизматиками, раскольниками, а просто вот мы самые настоящие еретики, то есть мы были такими страшными врагами. И вот эти вот попытки, они продолжались постоянно, особенно после, наверное, четвёртого крестового похода и уже потом, после падения Константинополя, когда Московская Русь и вот эта вот идея Москва-третий Рим, да, псковский старец Филофей, вот эта вот идея о белом клубуке, который вот над Русью, Москва-третий Рим, и мы ничего не вкладывали в это понятие вот именно какого-то экспансионистского, но в Европе это стало восприниматься именно как идея русской экспансии. То есть вот Москва, она приняла на себя византийское наследие, она стала наследницей византийской традиции и, собственно, власти византийской, и поэтому Москва, она претендует на вот некое такое мировое господство. Понятно, вот то, о чём вы говорили, мы-то не претендовали вот на такое господство. И когда речь шла о Москве как о Третьем Риме, это нечто более такое духовное, то есть это именно наследие вот традиции христианской прежде всего. Но католическая церковь, тут же надо понимать, католическая церковь, и это, наверное, её главнейшее отличие от церкви православной, она же всегда претендовала на самостоятельную политическую власть. То есть вот эта вот идея теократии. То есть если православная церковь, она будет находиться как-то в такой связке с государством, в подчинении у государства, то католики, они всегда претендовали на независимую светскую власть. И все, собственно, вот эти вот акции военные, они же организовывались в том числе и папской властью, и папской корей, и папским престолом не с целью просто распространения католического вероучения, а именно с целью подчинения этих территорий. И, собственно, католическая вера и католические вот эти миссионеры, они являлись просто таким первым шагом на пути дальнейшего подчинения. Возьмите, собственно, колониальную экспансию западную, когда сначала идут миссионеры, причём это могли быть и католические миссионеры, и протестантские миссионеры, а потом вслед за миссионерами идут капитал, идут уже предприниматели, и, собственно, происходит колонизация. И, собственно, как раз вот в 15-16 веке появляются планы вот не просто окатоличивания московского государства, а именно подчинения этих земель и превращения их просто в такую вот единую священную империю германской нации. И поэтому как раз вот 15-16 века — это такие постоянные попытки склонить московскую Русь к принятию католической унии. И вот, собственно, когда это не получилось, вот тогда уже на нас начинают откровенно смотреть как на чужих, как на врагов. Потому что сначала, вот вы, Трофим, об этом как раз тоже верно говорили, ведь в эпоху Возрождения, когда в нашу страну активно устремляются европейские путешественники и миссионеры в том числе. Они же поначалу даже хотели найти пример какой-то для подражания. Почему? Потому что в Европе как раз в это время реформация, раскол, серьёзные проблемы, а мы сохраняем вот такое единство. И поэтому в нас пытались найти вот некий такой идеал. Вот мы не подвластны каким-то потрясениям, конфликтам, мы стабильны. Но потом как раз, когда нас не удалось склонить к католической унии, когда не получилось использовать нас против Османской империи, вот на нас как раз весь этот негатив и перенесли. И нас уже стали воспринимать не просто как схизматиков, раскольников, нехристей, а ещё и как вот вообще нехристиан, и как вот турок. И знаете, что интересно же ещё получается? Вот вы сейчас говорите, а я думаю, они нас воспринимали как раскольников, а у них самих внутри раскола шли постоянные дополнительные расколы, которые просто не заканчивались, по-моему, аж до XVIII века. У них постоянные были вот эти вот, извините за термин, тёрки внутри своей епархии, и они постоянно, от них отваливались куски. При этом те же протестанты, которые потом за море отъехали, за океан в смысле, да, по большому счёту, они ведь являются самыми большими раскольниками внутри католической церкви, которые просто вообще всё с ног на голову поставили в практическую плоскость. Раскольниками и сепаратистами, да, потому что это же на самом деле куритане-сепаратисты, которые на корабле майский цветок отплыли вот к берегу Америки, и, собственно, там создали, подписали даже на борту корабля вот этот пакт на Мэйфлауэр, и потом уже спустились на берег, и там уже по этим заветам стали жить. То есть Америка — это именно такой проект, град Божьего на холме, и это идея богоизбранной нации как раз вот от кальвинизма, которая идёт, и в кальвинизме, как мы знаем, не просто один человек может быть богоизбранным, вот доктрина абсолютного божественного предопределения, а целое государство. Но тут как раз надо тоже чётко понимать, что вот кальвинизм особенно — это же во многом идеология. То есть это даже не столько религия, сколько идеология. Это первый шаг, да, перехода веры в идеологию был сделан. Конечно, да, да, да. Ну и, собственно, сам кальвинизм по себе — это вот именно такая очень жёсткая идеологическая концепция, и она оказалась очень такой понятной, доступной, когда любой человек, в принципе, мог своим трудом доказать самому себе свою богоизбранность. Ну а в Америке как раз это легло в основу именно идеологии американского государства как такового и идеологии американской исключительности. Ну и действительно, в Европе даже потом 30-летняя война — это же война, которая будет происходить под религиозными знамёнами. И опять вот эти вот конфликты католиков и протестантов. Англии возьмите, Франции, гугенотские войны, да, то есть постоянные вот эти конфликты. А Россия казалась, ну, Московская Русь, она казалась таким вот примером, примером, когда сохраняется какая-то чистота веры. И вот именно истинная вера. Но потом, опять-таки, в силу вот этих вот во многом, говоря современным языком, геополитических причин, то есть нас не удалось приручить, нас не удалось колонизировать, из нас не получились послушные ученики. И вот эта вот линия раскола религиозного, она начинает восприниматься как некая такая основополагающая. То есть, собственно, сам вот этот цивилизационный раскол, он традиционно ведётся по линии православия и западной христианской религии, там и католичества, и протестантизм, потому что протестантизм, он же унаследовал вот такое вот негативное отношение к православию в том числе. И дальше уже, вот если мы посмотрим всех авторов, которые писали о России, ну многих, наверное, то вот они все называют православную религию мёртвой религией. Говорят, что это просто вот какой-то испорченный вариант католической веры или религия абсолютно такая мёртвая. И даже, вот допустим, священников наших, те же французы, они до сих пор именуют попами. То есть не священники, да, вот так вот поп с некой такой, может быть, пренебрежительной какой-то ноткой. Ну хотя я думаю, что, знаете, это и у нас же есть, да, сказка о попе, его работники, балде. Но это французизм такой получается внутри русской культуры, что ли, да, если... Ну не французизм, я думаю, что у нас тоже... Это пренебрежение такое некое. Я думаю, что у нас тоже ведь к священникам по-разному относились во все времена, и именовали их тоже и попами, да, поп, толоконный лоб. Французы, скорее всего, вот это вот восприняли. Но они даже, может быть, не понимали, что это какое-то вот не совсем такое, может быть, вежливое обращение. Потому что, допустим, вот мы с вами как-то упоминали о таком моменте смерти императора Александра Третьего в Ливадейском дворце, тогда была такая большая франко-русская любовь и дружба. И французы это событие очень подробно описывали. И вот как раз в Париже, в соборе Александра Невского, главном, да, православном храме на Ревдарю, там же было огромное такое столпотворение, иерархи церкви. И вот все газеты, они так и писали. Попы, вот попы собрались в церкви, попы ведут службу. То есть они даже не понимали, что это звучит как-то смешно, когда это читаешь вот в официальной такой газете. Или, допустим, знаете, есть такой известный французский ученый, историк, он занимается Наполеоном, он возглавляет фонд Наполеона, Тьерри Ленц, а он такой тоже очень острый на язык человека. Вот как-то мы с ним так прогуливались по Красной площади, и он увидел священника в облачении, и он мне как раз говорит, а вот ты знаешь, смотри, это священник, это поп, а поп слушает поп-музыку. То есть вот французы, они, да, любят такие халамбуры. Слушайте, Наталья, раз уж про попов заговорили, я тут недавно задумался, вот он же, может быть, вы можете пояснить происхождение слова. Вот у нас папа римский, он папа называется, да, по-английски он поуп. У нас поп – это поп. Вот какая-то связь между этим есть? Как он, кто он на самом-то деле? Почему он у нас папа? Он же на самом деле как бы поп и папа – это одно и то же по слову, по значению? Это отец в смысле, да, имеется в виду это? Это не знаете, случайно, может быть? Вот, знаете, я даже как-то не задумывалась, но вполне возможно, что это, да, от папы, от папы римского. То есть это надо на самом деле посмотреть. Но, знаете, как раз… Да, я поищу пока в интернете, пока мы… Интересно просто, а как по-французски папа будет римский? А как-то я даже, даже как-то вылетела из головы, вот так, как они обращаются. Да, надо посмотреть. Может быть, поуп – это связано с нищим, нищим духом? Нет, поуп – это другое слово. Но, может, нет, я имею в виду, что этимология может быть общая. Но неважно, мы придём к этому. Но я, знаете, что хотел, пока Пётр ищет, я хотел тут сказать, что интересно, вывели сегодня закономерность. Сияющий град, Божий град на холме США, который сделан протестантами, как отдельная такая, как сказать, миссия, да, на земле, которая, богоизбранная. И Третий Рим под белым колбуком – это Россия. И вот оно разделение цивилизаций, которые противостоят друг другу по сей день. Ну, вот по-французски нашёл, я не знаю, как пап, наверное, читается. Ну, пап, да, пап. П-А-П-И. Папе. Пап. Да. Ле пап. Вот так он там будет. Ну, тоже папа. То есть даже ближе к русскому, чем… Это по-французски, это отец, да, по-французски? Нет, как раз не отец, ну, или папа, да, папа – отец, так теперь отец. Папа – это больше… Как, знаете, как Франклин Делан Рузвельт, он тоже очень любил, когда его называли папой, и он вообще не со своими коллегами или журналистами любил говорить, что приходите к папе, не к римскому именно, а к папе. У французов, да, ле пап, ле пап, то есть вот именно так. Французы всегда как раз писали, что вот наши папы, не папа, а папы, они как раз очень далеки, вот что называется, от народа. То есть если на Западе прихожане, они идут к своему священнику за какой-то помощью, за заботой, и могут получить ответы на самые разные вопросы, то вот как они писали в русской церкви, этого нет, потому что папы, они пьянствуют, они пьянствуют, они занимаются самыми разными делами, но отнюдь не заботой о папе. Наоборот, близких к народу они хотят. В этом смысле, такие же, как и все. Или знаете, они вот пишут, например, французы, что вот русские, они вроде бы такие религиозные, внешне очень религиозные, но вот эта вот религиозность, она не способствует как-то их нравственности, она не предотвращает ни пьянства, ни грабежи, ни разбои. И, допустим, был такой французский дипломат, посол Проспер де Барант, и он говорил о том, что, вот приводил случай, как-то вот два разбойника, просто бандиты с большой дороги ограбили, даже убили путешественника, и это дело было как раз во время поста. То есть они его убили, но не притронулись к фуагра, к паштету, который при нём был обнаружен, потому что был пост. То есть вот якобы убить человека – это не грех, а вот осквернить себя вот с кушанием блюда такого мясного, вот это, конечно, грешно. Мощная, красивая история. Да, что вот Пасха, да, вот праздник, прозвенели колокола, и как они пишут, и куда бегут все русские, как раз в Петербурге, а все русские в Петербурге бегут в кабаки, и во всех кабаках водка льётся рекой. Вот таково было их мнение о Пасхе и о празднике. Мы сейчас уходим на новости, я прошу прощения, чуть-чуть прерву, мы уходим на новости. Обидно, я узнал про попа происхождение слова. Так, расскажи нам. Две версии, одна там, в общем, такая странная, а другая более похожая на правду. Раньше вместо округов государство делилось на сорока или протопопии. В каждом приходе служило по несколько священников. Старших называли протопопами, а младших – попами. Протоп, фактически был протопоп и просто поп. То есть, верхний поп и нижний поп. Это начальник какого-то регионального масштаба, а поп, то есть, вот протопопия. Откуда слово протопопия? Ну, это, наверное, что-нибудь уже греческое, судя по-моему. Греческое, да. Да, там у нас очень многое из греческого пришло. Так, ну что, у нас в гостях была Наталья Танчина, доктор исторических наук, профессор. Наталья, спасибо огромное. В очередной раз просто неимоверно познавательно, очень интересно. Я надеюсь, мы продолжим разговор про религии, про их различия ещё и дальше, потому что мы только начали, насколько я понимаю, в самом-самом-самом начале. Да, давайте. Очень интересный разговор. Ну, надеюсь, мы во вторник увидимся. И спасибо большое. Да, я постараюсь. Хорошего хорошего. Да, всего доброго. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания.